Всем доброе утро, я уже шагала на работу, сегодня решила для вас поснимать влоги и как-то, не знаю, вернуться к своему каналу, потому что я поняла, что я не монтирую уже несколько недель, я не снимаю влоги, я не снимаю обычные видео, я не знаю почему, но точнее я знаю почему. Сначала не было вдохновения, потом не было времени, а потом я поняла, что я хочу как-то изменить формат своего канала, хочу чего-то нового, я хочу сконцентрироваться на какой-то конкретной информации и я решила, что сейчас, в данный момент, мой канал будет больше сконцентрирован именно на какой-то теме здоровья, похудения, спорта и как бьюти всякие темы, баночки. Покупки, ну одежда, всё вот это вот, это будет лишь дополнение. Основная тема будет, это тот проект, который я хочу создать для вас, это фитнес-дневник, я буду рассказывать вам о своих успехах в похудении, чего я уже добилась, чего я хочу. Буду рассказывать о своих тренировках, обо всём, что касается моего, скажем так, увлечения нового. Я хожу в зал, я занимаюсь тренером, также я хожу на йогу, также я занялась питанием, выздоровлением. Так что вот. И мой рацион дневной, скажем так, несу. Нет, я не ем по целой шоколадке в день, то вы сейчас подумайте, господь, больной человек съем на диету и ест шоколадки пачкать. Я покупаю тёмный шоколад, я пришла с молочным на тёмный шоколад, и я его ем спокойно, утром, как все нормальные люди, в небольшом количестве. И наоборот, как бы, как раз-таки тёмный шоколад, он полезен для девушек, которые хотят как-то поправить свою фигуру, как-то улучшить своё здоровье, потому что содержит очень много полезных вещей. Так вот, что ещё хотела вам интересно рассказать. А, вот, да, кстати, тут ещё несу обезжиренный творог. Сегодня пятница, как вы уже поняли, какие у нас планы. Планы работать сегодня, дойти до работы, наконец. У меня очень тяжёлая неделя была, и куча, куча, куча дел, и всё, и плюс... То есть, помимо непосредственно на работе, что куча дел, и всё это делать надо, и как-то это всё на голову давит. Плюс к этому я ещё на этой неделе очень хорошо постаралась, поработала в зале. То есть, у меня уже помимо индивидуальной тренировки, которая была во вторник, которая будет вот сегодня в пятницу, я ещё ходила один раз в зал с подругой, позанималась по её, скажем так, технике. Также была йога. Вчера уже как бы пошла только на йогу, я бы не выдержала ещё остаться на зумбу. Зумба — это такая фитнес-программа, кто не знает, основанная на латиноамериканских танцах, на основных базовых движениях. Интересная вообще вещь, интересно, весёлая, очень расслабляет, очень голову хорошо отпускает. То есть, если ты загружена всеми своими дневными проблемами, сходи на зумбу, и всё это как-то так отпустит, ты вернёшься со спокойной, как пустой головой. Всем доброе утро, уже бегу по делам, сегодня суббота, и нас ждёт граждан в насыщенный день, потому что нужно сейчас успеть бегать, купить подарок, потом нужно доехать успеть до фитнеса, сходить на йогу. Также я решила, что я останусь немного там побегу, антикардио себе небольшое устрою, так как у мамы день рождения, просто стоит много съесть, и я решила, что концепция сжечь что-нибудь хотя бы перед тем, как что-то съесть, это почему бы и нет. Вот, вчера уже не возвращалась к влогу, скажем так, потому что была тяжёлая тренировка, были ноги, ноги мне даются плохо, особенно по пятницам, потому что у меня, в принципе, голова уже не работает, и это очень плохо. Потому что, когда ты что-то качаешь, ты должен понимать, что ты качаешь, как ты качаешь, а акцентироваться на технике. У меня уже как бы голова настолько ватная, что какая там техника, какое вообще занятие, если я, в принципе, думать не могу, и так далее. Поэтому мы решили с тренером поменять, у меня будут ещё одни ноги во вторник, а спину мы ставим на пятницу, за спиной чуть-чуть полегче. Я уже приехала на Невский, вот, я его, собственно, перехожу, и идём мы с вами в магазин от Натур-Сибирика, потому что мама у меня попросила подарок именно оттуда, и она как-то так любит... С одной стороны, у неё уход от Герлины Шесейда, с другой стороны, у неё от Натур-Сибирика, как бы она там что-то миксует, скажем так, но ей очень нравится какой-то там крем, из какой-то их достаточно дорогой серии. Вот сейчас будем искать. Вот, я думала, на самом деле, что Натур-Сибирика закрылась, но она рассказала, что это не так, так что идём в их фирменный магазин, дальше пойдём в галерею. С вами поищем мне джинсы, насколько это возможно, потому что, в принципе, уже 10 часов, а в 12.30 мне нужно будет выезжать уже, потому что в час уже тренировка йога будет. Ну, думаю, стараться успевать. Вот. На Невском, кстати говоря, люди уже 11 часов, а уже, как бы, людей очень-очень много. У нас открывается стартапс вместо хостопофе на первом этаже. Не знаю, я, в принципе, не фанат стартапса. Почему-то не нравится мне, кажется, какой-то там новый комбайн. Собственно, я с девушкой скидки начались одни, но я уже ничего не успеваю. Есть одна радость. Я купила себе джинсы. Поздравьте меня. Вот, я взял какой-то, и зрители станут свидетелями военных секретов, о чем он мобилизации. Сказать, как выглядят джинсы, которые я выбрала. Единственное, что уже вечер и свет только искусственный, но я думаю, что мы как-нибудь... Ну, вот они. В принципе, у нас достаточно такой средней посадкой они. Вот. Также мне нравится, что здесь вот такие вот заклепки по карманам. То есть я хотела, с одной стороны, классические достаточно, но, с другой стороны, нескучные. То есть вот такие выбрала. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как сидят, потому что, честно говоря, я не знаю, мне кажется, что вот в этом месте у меня, в принципе, всегда пожизненная проблема. Сегодня я спала не отдал с двумя прекрасными, просто вообще, мужчинами. Я, честно говоря, даже не помню, как их зовут. Мама привезла сюда мои игрушки. Ну, часть моих игрушек всё-таки что-то осталось ещё дома. Вот у меня тут живут медвежонок. Я помню, его подарили в первом, что ли, классе. А собачку подарили чуть постарше. Нет, да я, честно говоря, даже не помню, я на собаку подарили. Вот. И поверите, я сегодня проснулась в 8-19. При этом я выспавшаяся просто была, хотя легла, наверное, в пол второго. Но выспалась я просто отлично. Я вся такая бодрая была. Но вставать мне было лень, потому что было очень тихо в доме. И я поняла, что, наверное, я одна такая дура встала. Вот. Я ещё полежала вот сейчас часик. И, наверное, буду спускаться, искать себе завтрак, чем-нибудь сейчас заниматься, потому что на улице очень хорошая погода, солнышко светит. Я пожалела, что я купальник не взяла, потому что можно было позагорать. Но как-то я не подумала. Вчера достаточно такой ветер сильный был в городе. И с утра я ещё, когда ездила за джинсами, было более-менее тепло. А когда я уже из фитнеса шла, с йоги был уже такой ветер. И как-то было прохладно. Градусов 20 было в Питере. Здесь, когда мы приехали, машина показывала 17. Вот. Поэтому я приехала в джинсах. Я, конечно, как бы так подстраховалась. Питер у нас непредсказуемый. Ну, блин, область тоже. И взяла с собой короткие джинсовые шорты и футболку. Вот буду, наверное, в них ходить сейчас. У меня тут такое одеяние милое. Мама выдала халат. Я тут решила немного заняться растяжкой утренней. Открыла дверь на боку. У меня тут свежий воздух. Вот. И прям вообще решила показать вам вот этот ковер мой. Я от него тащилась просто. Я не знаю, мне кажется, такого чего-то подобного сейчас в магазине не найти. Это очень-очень старый ковер. Это еще дедушка сюда привез. И он потрясающе мягкий. Он очень толстый. Он из натуральной шерсти. Господи, он обалденный. Но я вижу тут уже вот... Я не знаю, как показать. Видно вам вот это. Вот это у меня делают коты. Вот это они делают с коврами. Чарлик, что ты хочешь? Скажи свободу попугая. Свободу попугая. Чарлик гулять хочет, никто его не пускает. Да? Да? Злые люди. А теперь мы гуляем с вашей подругой. Вы ее уже знаете, да? Вы уже знаете ее. Да, Черри. Черри, скажи, почему она меня выкладывает на фотке? Что за дискриминация? На этой радостной ноте я хотела бы с вами попрощаться. Всех вас люблю. Целую. До скорых встреч. И если вам видео это понравилось, то обязательно ставьте лайки. А особенно, если вам понравилась Чаруша. Да, Черри? Да, скажи, что-то вкусное. Все, всем пока-пока.